Добрый вечер. Участковая избирательная комиссия. Члены участковой комиссии каждый вечер совершают обход жителей за три недели. Им необходимо проинформировать жителей более полутора тысяч домовладений. Предварительно на всех подъездах, где есть доска объявлений, вывешиваются листочки, потому что это официально все будут приходить люди, которые задут вопросы. Не переживайте, это не мошенники. Указываются номера телефонов. И по номерам можно уточнить всю необходимую информацию. Нам выдается комплект. Это сумка, где есть вся информация, собственно, это все заявления, бланки, весь материал, который мы можем людям раздавать. Также это бейдж официальный. Это значок, собственно, верхняя часть одежды. Ну и планшет все необходимое. Члены избирательной комиссии информируют жителей о проведении выборов президента с 15 по 17 марта. Регистрируют тех, кто изъявит желание проголосовать на дому по состоянию здоровья или по уходу за детьми. Для тех, кто будет голосовать не по месту прописки, есть возможность прикрепиться к другому избирательному участку. Человек может на госуслугах выбрать, именно там есть графа голосования, и они могут выбрать именно тот участок, где они на данный момент находятся. Не в зависимости, где они проживают, чтобы им было удобно. Может, они находятся в командировке, может, они находятся в гостях, либо еще что-то. Бывают разные ситуации. Прикрепиться там, где ему удобно. Лилия Ахмедшина планирует проголосовать на своем участке. Пойдет вместе с сыном Дамиром. Ему уже 12 лет, и интересно было бы посмотреть на процедуру голосования. К тому, что в дверь стучат члены избирательной комиссии, относятся с пониманием. Ведь информировать жителей необходимо, особенно старшее поколение, считает Лилия. Я думаю, для людей, которые более пожилые, которые не имеют возможности обращения в СМИ, наверное, это очень удобно. Поэтому нам-то, конечно, телевизор, СМИ, интернет, брошюры всякие. Екатерина Богданчикова планирует пойти на участок с мужем и сыном Егором, которому 14 лет, и он уже юнормеец. Я считаю, что это гражданский долг любого жителя нашей страны, потому что от этого будет зависеть будущее нашей страны. Поквартирный обход продолжится вплоть до 7 марта. В будни стучатся в двери к избирателям будут с 16 до 21 часа, а по выходным и праздникам с 10 до 20.00. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.